друзья добро пожаловать в мир печальных компьютерных историй заранее извиняюсь за мой голос и немного шмыгать носом приболел но история сегодня прям вот по уровню печали наверное бьет под десятку по десятибалльной шкале потому что вы только представьте себе ситуацию вы долго копили накопили купили и толком не успели попользоваться как это все ушло в небытие если более конкретно то у нас как-то заказывали два компьютера в сумме примерно в общей сложности вам там тысяч под 300 было примерно по 150 тысяч рублей на каждый компьютер если мне память не изменяет мы эти компьютеры собрали и вот они действительно прямом смысле слова почти что не успели поработать как произошла ситуация которая позволила этим компьютером почти целые сутки плавать под водой то есть затопило помещение конкретно причем затопило так то что без шансов не просто там где-то по полу а прям там целый бассейн был и наша сейчас задача взглянуть что с этими системами произошло просто понять вообще есть ли смысл в них там ковыряться восстанавливать либо это называется гг по киберспортивному встречайте два компьютера они уже тут я их еще не смотрел мы прям сегодня с такой вот ролик буквально одним кадром где мы постараемся оценить все что происходит с компами которые целиком плавают и я уже вижу то что это вот фирменные форжи до 112 от м сайки и если ты сюда подлетишь у нас оператор никита давай кулачок смотри мы уже можем до оценить что даже сверху даже сверху видно просто ну по сути на нее мои это даже настолько до полевой фильтр в таких ситуациях не спасает абсолютно системники были залиты полностью плюс еще там периферия мониторы у людей пострадала конкретно я предлагаю не томить и попробовать оценить наша задача сейчас не в том чтобы брать и что-то ремонтировать поскольку мы должны своего рода экспертную оценку провести насколько все печально и уже сделать какое-то умозаключение какой-то анализ для клиента и он уже дальше будет разбираться там судиться не судиться с теми из-за кого произошел тот потоп и так далее с чем начнем дорогой друг давай наверное займу более удобную позицию чтобы тебе им не было вот и вам друзья эту ситуацию пронаблюдать нам интересно клиенту конечно печально все это дело потому что но серьезно компьютеры у них должна была быть счастлива жизнь потому что насколько я знаю эти компьютеры должны были но именно рабочие машинки то есть там то ли для 3d дизайна то для какой-то еще ерунды связаны с рабочими задачами то есть они прям не поработали не постарались я сейчас аккуратно сейчас сначала откручу закаленку и посмотрю что там потому что я точные параметры не помню знаю то что действительно они в нашей мастерской делались снимая друзья закаленку заглядывая во внутрь блин ядрить это конечно больно это больно и первое впечатление которое сейчас есть у нас вся видеокарта тут уже радиатор даже видно что он начал ржаветь они какое-то время стояли ждали все это дело и здесь слушаю это все это даже пальцем не оттирается это глина какая-то грязь засохшая да судя по всему действительно вода была абсолютно везде ну что подключаем сразу стартуем да да можно описать заведется но скорее мне кажется скрипу и эффект и на этом все конечно смысла включая сейчас такой компьютер нет нам нужно понять вообще что куда попало и давай начнем конечно с банальных вещей это мы прежде всего друзья с вами достанем графический адаптер потому что это на из самых дорогостоящих запчастей современных компьютерах и конечно же надо понять насколько его здесь что-либо повредило потому что конечно когда мы говорим про влагу и тем более если системник был целиком залитый то и она проникла везде она находится в блоке в матери надо достать сокет проц посмотреть что с ним и объем работы у нас уже были на самом деле системники даже других городов приезжали после пожаров и команде удавалось их оживлять то есть там были дорогущие видеокарты что-то по типу там 4080 который после пожара тоже все залито и и тушили и она по моему жевал да никит вот были материнские платы то есть в теории восстановить при желании можно все что угодно вопрос целесообразности этого процесса и ухты да тут уже видно кое-какие моменты откладывая видеокарту смотри если ты наведешься на нашу батареечку к мост да видно когда зелень пошла ты видишь зацвело прям тут же давай я слушать сразу достану потому что она конечно сразу вступила в реакцию она такая о добро пожаловать дружище батарейка здесь сразу пришла в такую негодность мне здесь важно конечно же если блок корпус это все ерунда не важно понять что у нас могло действительно выжить поскольку компьютеры насколько я знаю даже не были подключены по моему они просто стояли и ждали своего момента то это большой большой плюс то есть не было питания по первичной информации а если его не было то значит вся система не называется была под напряжением и это бай более большие шансы что что-то выжило например проц чему будет да там особо некуда заливаться там особо никому никакой коррозии есть нету если мы сейчас посмотрим какой процессор это я буду к кстати давай сразу снимем заднюю крышку интересно посмотреть кабель менеджмент он после попадания влаги остается целостным или нет а да кстати можно посмотреть действительно здесь есть наклеечка наш сборщик александр собирал собран с любовью 22 12 2023 года и божечки ты мой действительно все собрано аккуратно но долго это системники так мне осталось ждал своего момента когда вступить в работу и ну да имеем что имею эстетика сохранилась блин это грустно на это смотреть потому что понимаешь что изначально это должно было быть все не так то есть это системе должен был сейчас трудиться и никого не подводить давайте попробуем кстати оперативную память то есть мне кажется какие-то моменты которые тут действительно могли бы вот оперативная память она по крайней мере первичного так конечно нет если заглянуть туда в торец видно что там тоже влага была и в комнате что находится но визуального так вот первично хоть на авито выставляй потому что ничего так особо не скажешь ластиком пройтись по контактной площадке и вдруг еще поживет да мне больше интересно как себя чувствует соки да как плата и в целом посмотреть какие моменты то есть что нужно восстанавливать какой объем работы что пропают что не пропаивать потенциальным так 1 2 знаешь что мы сделаем я предлагаю сразу снять наверно вот систему охлаждения вот так вот для удобства нам об сторонку немножко это все дело выдвинуть и оценить материнская плата про b760 вай файд на дидер 4 и я сейчас хочу залезть сразу в сердце этого компьютера посмотреть что там был за процессор и оценить насколько все здесь грустненько мама родная ну знаешь вот эти просто самые такие моменты то что все все что могло быстренько окислиться она окисляется конечно в реакцию вступает и возьму сейчас немножко вот бумажки термопаста свои свойства явно не потерял она свеженькая еще 13 400 друзья шикарный проц 13 400 ф бодрячком видеокарта кстати не 40 60 40 60 тяйка и 13 400 процессор вот так вот одну секунду ой господи так мне лично интересно посмотреть да в каком состоянии сокет находится поскольку все-таки если там все плавало попала ли туда влага как то дело выглядит опаньки досок ой 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 я уже не сомневаюсь что на самом деле было это все дело обесточено вот можно навестись посмотреть если получится никит видишь может быть это из-за того что она медная может быть не кислилась но тут прям такое ощущение что прям подгорело прям подгорел там прямо на соките а вижу я конечно могу попробовать прям носок и видно черное пятно но боюсь что это не очень хороший знак да там прям прям тут прям было напряжение такое ощущение то есть не просто подокислилась так стоп какой прогар какой напряжение может быть на полностью обесточенной плате насколько я знаю от rtc батарейки не идет питание напрямую в процессор что здесь происходит вообще здравствуйте всем это оператор никита который снимает монтирует этот ролик просто у меня этот вопрос возник еще на моменте подсъем давайте буквально пару минут попытаемся в этом разобраться ну для начала давайте просто взглянем на этот процессор прям поближе под микроскопом и здесь мы видим что в основном она покрыта таким легким налетом окислов и какой-то пленки которые можно легко счистить но все же в углу одного из пинов можно видеть углубление такой разъеденный след за короткий срок можно получить только если там действительно будет присутствовать какой-то ток после очистки процессора от налета можно более подробно рассмотреть это место и действительно там прям разъел я решил взглянуть на распиновку процессора и благодаря невероятному умению использования фотошопа я сейчас продемонстрирую распиновку этой области и прогнивший пин это rtc clock любопытно но если мы с вами посмотрим схему то можно понять что это выход с чипсета на кварц который генерирует частоту 32 килогерца он также имеет связи с процессором а вот непосредственно сам кварц питается от батарейки rtc и он на постоянной основе генерирует эту частоту пока стоит батарейка ну как я понимаю и видимо поэтому разъела пин на процессоре и соответственно такой же подпорченный пин мы сможем увидеть под чипсетом если отпаяем его и посмотрим проверять мы это конечно же не будем но все же интересно так жив ли сам процессор я взял такой же рабочий процессор и сделал замеры сопротивлений там оказалось все очень хорошо было принято решение его подкинуть тестовая пк и вуаля он оказался жив причем и со второго затопленного компьютера процессор тоже живой слушайте но это прям какая-то рекламная компания intel а посмотрите 15 часов под водой и они выжили ух какие классные процессоры intel ладно все не буду начинать я понимаю у всех сейчас это больная тема продолжаем смотреть ролик все же да вот в этой такое ощущение что компьютер по какой-то причине пропустил до соки просто в ужаснейшем состоянии находится все в окислах процессор тоже находится в этом а уж что говорить проведя карту мне кажется тут даже можно не начинать начиная даже от называется боковой заглушки она вся видно что ну тут поскольку карта формально на гарантии на пломбе можно еще сдать я думаю гарантийник не заметит ничего такого но ее надо сейчас опять под душем купать под раковиной мыть но чисто теоретически выжить она могла еще раз что-то не будет уточнить то есть я думаю на самом деле не настолько все первично выглядит страшно но а учитывая что какое-то время уже прошло а восстанавливать ее придется как ни крути разбирать осматривать сейчас мы этот момент будем выяснять но да фуху фух я даже сейчас достану материнскую плату что более близко вам показать потому что да и на мультиконтроллере тоже есть вопросы просто показать очаги пары повреждения блок я даже трогать не буду и так понятно что в блок там все залилось то есть блок естественно даже пробовать запускать не стоит при таких условиях блок надо также разбирать и вообще понимать что здесь абсолютно все то есть объем потерь ну грубо говоря вот ты прикидывай зависимости от того насколько сейчас конкретно такие комплектующие стоят но вот больше ста тысяч рублей как минимум вся эта конфигурация в единичном экземпляре улетает уже не помню людей там еще моники были какая там общая сумма была со всем остальным но давайте сейчас до попробую достать просто чтобы уже финально посмотреть и дать вот как вот представьте сейчас трезво можно оценить объем работ заключение сказать заключение всему задница вот задница реально всему потому что это отдельный каждый отдельный компонент требует большого внимания начиная от плана кооперативной памяти даже ссдшку мы сейчас когда будем доставать посмотрим абсолютно каждый компонент естественно он был залит мы понимаем с вами что вода это вообще страшная штуковина и многие мастерские после ремонта залить вере не дают гарантию на залитые аппараты а тут должен по сути поставить материнскую плату видеокарту там да все формально все и еще на это как-то дать гарантию а потом думать что у тебя выйдет из строя но по хорошему здесь так что у нас тут еще держит нас что на сделал последний винт последний винт и я сейчас доберусь до вернее два последних винта раз и до вас доберемся до сути никит ты что думаешь про такие аппараты которые в таком состоянии находится уже восстанавливал кстати шансы есть кропотливой долгой работы даже три винта господи боже мой соответственно после всего этого можно попробовать и подумать о том что что-то что-то вы но это много времени это просто это такое время что даже да и это это жесть на самом то деле это настолько непросто как-то все сашек проложил на даже заморочился везде каждый проводочек в своем место ее мои любо-дорого смотреть на самом деле вот за это за эту работу я горжусь так остальное смотрим я вынулся вместе с раз этой рамкой и вай-фай антенками давай сразу и откроем посмотрим оценим потери уже немножко поближе будем будем наводиться так раз второй момент я беру достаёт а нет я не достаю потому что тут нужен отдельная более маленькая отверточка сейчас одну секундочку достаем и смотрим до вас три четыре пять уедрить 980 про на терабайт вот эта боль вот это боль ну когда посмотрим каком она состоянии но тоже тоже чё тут говорить вон она вся в грязи вся в грязи неудивительно да тут она это сэшка денег стоит мама не горюй все экспресс 40 нвм я мечта любого пацана назовем так ну и до самые такие моменты если вас нет что сразу цветет да у нас вот здесь обвязка вся то есть она сразу тут напряжение было грубо говоря на плате да соответственно здесь все пошло все что могло сразу в реакцию вступила на мульти контроллере тоже видно то что именно пока по каким-то нескольким ногам прямо не сразу коп по у нас тут есть за что зацепиться и она зацепилась сокет вот тут сразу видно вот этот прогар но это прогар это очень маловероятно что это прям такая коррозия потому что есть видно что прям под прогорела да и собственно говоря дальше дальше больше если лезть пытаться разбираться чё с ним чуть не случилось то есть это уже надо снимать абсолютно все радиаторы потому что даже вон на всяких катушках это есть следы ну друзья не удивительно поэтому быстрый осмотр который сейчас есть плата как бы большой вопрос большой вопрос слишком даже проц еще один вопрос ближе нет чем да если это действительно то есть они пробила видюха ничего так первично мы не разбирали да мы мы не можем ее оценить сейчас этот момент но вопросов не меньше на самом-то деле то есть каждый элемент сейчас требует это только один компьютер оживление сейчас будут связаться с клиентом обрисовывать вообще нужно понять что они изначально хотят как в этой ситуации потому что действительно здесь каждый компонент отдельно требует то есть ладно если корпус там вы быть можно не проблема блок не страшная потеря но вот такие критичные моменты связаны там с потерей допустим проца если он дохлый тут уже вообще нужно понимать что хочет сам клиент но вам вот такой вот у нас сегодня получился первичный осмотр хочу пожелать чтобы такого сам никогда не происходило тоже все-таки компьютеры не плавать должны они должны вычислять а плавать должны на рыбы люди если плаванием занимаются ну и все те кто хочет и может до черканьте в коментах чего все про это думаете если того она будет стоить то вторую часть друзья вы уже увидите чуть более конкретную связанную с не знаю осмотром восстановлением проверкой уже более детально на текущий момент вот так вот друзья вы за раз можете не по своей вине потерять больше 300 тысяч рублей которые должны были вам наоборот деньги зарабатывать все спасибо друзья увидимся в новых надеюсь не таких печальных компьютерных историях пока пока